На рассвете, когда утренний свет только начал пробиваться сквозь кроны деревьев, двое путешественников стояли у начала тропы, ведущей вдоль горного ручья. В воздухе чувствовалась свежесть, а лесные звуки обещали день, полный открытий и тишины природы. Водопады Тропа вилась среди камней и деревьев. Путники двигались уверенно, любуясь природой. Один из них часто останавливался, чтобы запечатлеть моменты на камеру, другой внимательно исследовал каждый поворот тропы, увлекаясь наблюдением за мельчайшими деталями. Ручей был их постоянным спутником. Вода нежно переливалась через камни, создавая мелодию, которая сопровождала их путь. Ландшафт менялся. То лес становился густым, то открывались поляны, усыпанные дикими цветами. После нескольких часов пути они нашли уединенную поляну у ручья, где вода расширялась в неглубокую заводь. Они остановились на отдых, положив рюкзаки на камни. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь мягким шумом воды и пеем птиц. Продолжив путь, вскоре они вышли к месту, где ручей превращался в небольшой водопад. Вода падала с высоты около 4 метров, разбиваясь о камни и создавая облако-брызг. Путники остановились, завороженные этим зрелищем. Путники наслаждались легким перекусом, делясь своими впечатлениями. Один из них, взяв рюмку с чаем, посмотрел на воду и сказал. Это место создано для нас. Здесь так спокойно. Другой, улыбнувшись, ответил. Кажется, здесь можно забыть обо всем. Как будто мы в другом мире. Они подошли ближе, ощущая прохладные брызги на лицах. Один из них, сняв ботинки, встал на край водопада и сказал. Попробуй. Вода здесь прохладная и освежающая. Другой, смеясь, окунул руки в воду и почувствовал ее прохладу. Это лучшее, что может быть в такой жаркий день. Они вошли в воду, наслаждаясь ее прохладой. И на мгновение забыли обо всем, оставив лишь радость от ощущения живой природы вокруг. Когда солнце начало склоняться к горизонту, они направились обратно по тропе. Вечерний свет окрасил небо в мягкие золотистые тона. И ручей, играя в этих лучах, сиял, как жидкое золото. Они шли, наслаждаясь последними минутами света. Их сердца были наполнены теплым и благодарностью за этот день. На обратном пути они снова вышли к старому мостику, откуда началось их небольшое приключение. Здесь они остановились, наслаждаясь звуками вечера. Один из них тихо сказал. Этот день был прекрасен. Я хочу, чтобы таких дней было больше.